Здравствуйте, товарищи! У нас прошлое занятие было посвящено превращению прибавочной стоимости в капитал. То бишь, как другими словами можно назвать это? Накопление. То есть накопление обычно, ну необычно, нередко рассматривают как то, что кто-то что-то копит, скляга, да? Однако, тем не менее, скляга – это совсем другое. Это ни в коем случае накапиталист, это собиратель сокровищ. Накопление капитала, прибавочная стоимость у нас делится на какие части? Ну, доход и прибыль. Нет. Значит, это все прибыль, но мы пока этого слова не знаем. Мы еще не дошли, это терминология следующих томов капитала. У нас пока прибавочная стоимость. Вот капиталист получил от рабочих прибавочную стоимость. Вот он ее делит на две части. Доход, совершенно верно, не вся на доход, а доходом принято называть ту часть, которую капиталист тратит на свое личное потребление. А вот то, что он вкрадывает в производство, как это называется? Капитал уже. Накопление. Превращение прибавочной стоимости в капитал и есть накопление. Капитал – это уже капитал. А мы рассматриваем процесс. Вот у вас прибавочная стоимость, а вот у вас будущий капитал. И вот превращение прибавочной стоимости, вернее, ее части, которую капиталист не на себя тратит, не на свое потребление, а на развитие производства, это вот и есть накопление, превращение прибавочной стоимости в капитал. Ну и мы в прошлой граве, мы рассматривали то, как это превращение происходит, как соотносится накопление и доход между собой. И все это мы в прошлый раз рассмотрели. Значит, а теперь у нас грава следующая, 23-я того же 7-го раздела – всеобщий закон капиталистического накопления. И первый параграф этой гравы – это увеличение спроса на рабочую силу параллельно накоплению при неизменяющемся строении капитара. И вот что такое у нас строение капитара? – Да, отношение между постоянным и переменным капиталом. То есть, в смазной форме. – Да, это вот именно в стримостной форме. Мы рассматриваем по стоимости, да, и тут математически легко посчитать. Берем отношение постоянного капитара к переменному капиталу, это вот будет строение капитара по… – Примостное. – Примостное. – А техническое как выглядит? – Ну, это просто отношение, то есть, масса вещей, образующих там инфраструктуру, значит… – Давайте не будем, у нас здесь не экзамен, давайте не будем стесняться читать. Вот у Макса лучше сказано. В этом смысле, в техническом смысле, строение капитара определяет соотношением между массой применяемых средств производства и количеством труда, необходимых для их применения. Это техническое строение капитара. Значит, между тем и другим существует действительно взаимозависимость. И пишет Маркс, я называю органическим строением капитара его строение по стоимости, поскольку последнее определяется его техническим строением и отражает в себе изменения технического строения. То есть, в дальнейшем мы, говоря об органическом строении капитара, мы будем понимать именно стоимостное его строение. – А вот техническим? – А техническое мы пока… Нет, нет, нет. Техническое, но как бы… Почему здесь техническое так немножечко оно отодвинуто? Потому что, с одной стороны, техническое строение капитара, это всем видно. С одной стороны, вот там фабрика, и там тысячи работник, там что-то делают, а вот там фабрика автоматизированная, там не тысяча, а двадцать рабочих обслуживают эти роботы. Это видно. Но вот стоимостное строение капитара, оно отражает именно в стоимостном выражении вот эти вещи, соотношение между постоянным и переменным капитаром. Поэтому мы под органическим строением капитара будем понимать, как пишет Маркс, именно стоимостное строение капитара, где можно две цифры взять, два числа, и поделить одно на другое. Это проще, а это так чисто внешнее. Вот. Ну и на каждой отдельной фабрике, далее пишет Маркс, у нас строение капитара свое, да? Да. Ну это неминуемо, не может быть двух одинаковых, там с точностью до копейки, строение капитара. Взятое среднее по отрасли, это отраслевое. Отраслевое строение капитара, да. И взятое в масштабах страны, это уже общественный капитал, строение общественного капитала данной страны. Данной страны. Вот в разных отраслях, естественно, разные средние стоимостные страны. И в разных странах тоже разные. Да, ну и само собой. Вот, ну в большинстве стран, вот, естественно, легкая промышленность у нас с меньшим. Это величиной отношения ЦРКВ. То есть у постоянного капитала к переменному меньше, значит, в легкой промышленности, чем в тяжелой, естественно. Вот. А в сельском хозяйстве еще меньше это строение. Ну, за некоторыми исключениями еще, вот, помнится, и в 60-х годах нам указывали, что есть некоторые страны, где органическое строение в сельском хозяйстве, там, типа Новой Зеландии, где-нибудь там, в, может быть, Голландии, оно выше, чем в их же промышленности. Очень высокое органическое строение. Оснащенность их. Ну, о строении капитала тут нельзя говорить. У нас была ни товарная, ни капиталистическая экономика. Ну, вот, если оценить, так сказать, все-таки в деньгах затраты на технику и затраты на рабочую силу, как это принято при оценке товарного хозяйства, очень высокое это органическое строение было в сельском хозяйстве Ленинградской области. Это вот тут очень высокое было. Вот, но это мы здесь отвлеклись. Значит, и что здесь дальше? Вот здесь первый параграф, это игровый, вот который мы сейчас смотрим, называется «Увлечение спроса на рабочую силу параллельно накоплению при неизменяющемся строении капитала». То есть капитал возрастает, да, по определению. Капитал – это самовозрастающая стоимость. Хотя мы гипотетически в прошлой голове и рассматривали капиталиста, который все проедает и ничего не оставляет себе на накопление, но это чисто гипотетический случай, на самом деле, всякий капитал, он развивается. Если не брать, разумеется, современность нашу, когда это самый убывающий капитал, как выразился Михаил Васильевич, вот. А при нормальном капитализме капитал – это самовозрастающая стоимость, он возрастает. И что в общем случае происходит с органическим строением капитала при вот этом возрастании его? – Увеличивается. – Что увеличивается? – Ну, увеличивается. – А, увеличивается строение именно, отношение. То есть увеличивается удельный вес машины и оборудования постоянного капитала по сравнению с затратами на рабочую силу. Но для чистоты рассмотрения Марк здесь рассматривает вот в этом первом параграфе ситуацию, когда капитал возрастает при неизменяющемся строении капитала. То есть на тех же машинах, на том же оборудовании, при той же производительности труда просто чисто количественно возрастает год от года, потому что полученные результаты эксплуатации рабочих средств вкрадывают новый капитал, привлекаются новые рабочие. – Ну да, но и на то же самое оборудование, на те же самые станки, которые состояли до очередного цикла возрастания этого капитала. – И что тут происходит со спросом на рабочую силу при этом? – Ну, спрос растет, рабочая сила в конечном счете отказывается не неограниченным. То есть, для того, чтобы ее привлекать уже, когда доступность ее снижается, капиталист вынужден повышать зарплату. – Значит, с одной стороны, это ограниченность ресурса рабочей силы. Но есть и другой фактор, позволяющий капиталисту повышать зарплату и тем самым двигать вот этот движок. Если мы представим себе рабочий день, его необходимую и прибавочную часть, вот этот движок между ними можно двигать, да, уменьшая прибавочное время, увеличивая необходимое, либо уменьшая необходимое, увеличивая прибавочное. И вот здесь, благодаря возрастанию капитала, капиталист получает возможность двигать этот движок в сторону увеличения необходимого рабочего времени. – Да. То есть, повышается стоимость рабочей силы, расценки, да. И это вот обусловлено двумя факторами. Во-первых, еще раз, дефицитом рабочей силы и, во-вторых, возрастанием капитала. Потому что даже при тех же самых средствах производства, при той же производительности труда, больший капитал имеет большую прибыль. Это понятно. По мере того, как капитал растет, за счет возрастания массы прибыли, он имеет возможность где-то вот и двинуть немножечко этот рычажок. Но, пишет Марс, да, это вот интересно. Так как каждый год применяется больше рабочих, чем в предыдущей, то рано или поздно должен наступить момент, когда потребности накопления начинают прирастать, обычное предложение труда. Когда, следовательно, наступает повышение заработной платы. Жалобы на это раздаются в Англии в течение всего 15-го и первой половины 18-го века. То есть, вот хорошо было быть рабочим в Англии в 15-м веке и в первой половине 18-го века. Когда был вот этот дефицит рабочей силы и… Она тогда стоила дороже. Ну, относительно дороже. Ну, это мануфактурный период. Да. Но Маркс просил… Да, кстати, вот мануфактуры, там производительность труда расхраняется так стремительно, как на фабриках, да? Да. Вот здесь и была та самая ситуация, когда рост капитала при том же его органическом строении, просто за счет чисто увеличения, вот так вот оно и мера места быть. Но не надо забывать, что, пишет Маркс, что воспроизводство это является в здесь новым моментом воспроизводства самого капитала. Итак, накопление капитала есть увеличение пролетариата. То есть, накопление капитала идет к увеличению пролетариата. И тут Маркс приводит такую фразу. «При одинаковой степени угнетения масс, чем больше в стране пролетариев, тем она богаче». Это журнал «Экономическая политика» за 1957 год. «Экономическая революция и утопия социалистов». Некто Джон Беллерс писал «Труд бедняка, рудник богача». И он же писал, говорил, если бы у кого-либо было 100 тысяч чакров земли, сколько же фунтов стерлингов денег и столько же горлов скота, чем был бы сам богатый человек без рабочих, как нерабочим. И так как рабочие обогащают людей, то чем больше рабочих, тем больше богатых». По некто Бернардо Мандевиль в начале XVIII столетия говорил, «Хотя следует ограждать рабочих от горлотной смерти, но нужно сделать так, чтобы они не получали ничего, что было бы равносильно сбережению. Если иногда кто-либо из низшего краса, благодаря необыкновенному трудолюбию и недоеданию возвышается над поражением, в котором он вырос, то никто не должен ставить ему в этом какие-либо препятствия. Ведь бесспорно, что жить бережливо – самое разумное для каждого отдельного лица, чтобы большая часть бедных – для каждой отдельной семьи в обществе. Однако интерес богатых наций заключается в том, чтобы большая часть бедных никогда не оставалась без дела, и чтобы они постоянно целиком расходовали все, что они получают». Единственная вещь, которую только и может сделать рабочего человека прилежным – это умеренная заработная плата. Слишком низкая заработная плата доводит его, смотря по темпераменту, до малодушия или отчаяния, слишком большая делает нагрым и ленивым. Это точно, если человек кормить каждый день, то он от этого наглеет. И для свободной нации, у которой рабство не допускается, самое верное богатство заключается в массе трудолюбивых бедняков. Не говоря уже о том, что они служат неиссякаемым источником для комплектования в хота и армии, без них не было бы никаких насхождений и невозможно было бы использовать произведения страны для получения доходов. Чтобы сделать общество, которое, конечно, состоит из нерабочих счастливым, а народ довольным даже его жарким поражением, для этого необходимо, чтобы огромное большинство оставалось невежественным и бедным. Познание расширяет и умножает наше жирание, а чем меньше жирает человек, тем легче могут быть удовлетворены его потребности. Так что вот вам и ключик. Вроде бы голову ромаем. Чего вот наши капиталисты? Я имею в виду не частники, а высшее руководство страны так относятся к высшему образованию, даже к начальному образованию. Вроде бы и оборона какая-то нужна, и технологии нужны. Много очень сил тратят, рискуют жизнью, пытаясь на Западе что-то стылить, какую-то технологию. Вроде учить, и сейчас даже еще остается какая-то научная остатка Советского Союза. Можно еще все поднять. Нет, они этого не делают. Вот по этой самой причине. Ну, они застойные ученики этого Бернара да Мандевиле. Да, это и учеником быть не надо. Всего лишь каких-то 300 лет назад. Они это, во-первых, они это чуют, во-вторых, у них тоже методички ходят. Как у нас ходят методички, он, Михаил Васильевич тот же пишет с Золотовым, так и у них свои методички ходят, не волнуйтесь. Не для широкого пользования, но их там учат. Вот это, что касается зарплаты. То есть, зарплаты, надо понимать, к чему вот это Макс все пишет. Что не надо уповать на то, что в результате дефицита рабочей силы, то есть, если, скажем, сейчас Россия вымирает и говорит, вот надо иммиграцию прикрыть, вернее, иммиграцию, не иммиграцию, иммиграцию надо прикрыть, чтобы не было гастарбайтеров, то рабочая сила повысится, не особенно она повысится, потому что низкое стремление платить по минимуму, это не просто результат жадности капиталистов, а это результат их теоретического понимания ситуации. Поэтому они платить больше того минимума, которое рабочие выбьют, никогда не будут сами. А если рабочие ничего не будут выбивать, то дойдет до того, что вообще зарплату платить не будут, как вот сейчас, не протяжи эти идут. Вот, ну, и коль скоро мы здесь рассматриваем ситуацию, когда у нас органическое строение не меняется, при наиболее благоприятных для рабочих условиях накопления, которые предполагались до сих пор, отношение зависимости рабочих от капитала облекается в сносные или, как выражается иден, удобные и либеральные формы. Оно становится не интенсивнее, а экстенсивнее. Сфера эксплуатации и господства капитала расширяется только вместе с его собственной величиной и числом его подданных. Но, как пишет Маркс, как лучшая одежда, пища, лучшие обращения и более-менее значительные петсулиум, имущество, предоставлявшееся в пользовании рабов, не уничтожают для раба отношения зависимости эксплуатации, точно так же это не уничтожает отношения зависимости эксплуатации для наемного рабочего. Повышение цены труда вследствие накопления капитала в действительности означает только то, что размеры и тяжесть золотой цепи, которую сам наемный рабочий уже скалал для себя, позволяют сделать ее напряжение менее сильным. Вот это прямо вот, как я помню, в начале нулевых годов, ну даже можно сказать в середине, когда достаточно быстро возрастала заработная прата и достаточно быстрый уровень жизни возрастала, как так люди вздохнули спокойнее против среди 90-х, особенно вот этого дефорта 98-го года. В общем-то почти все так и говорили, что от капитализма креп, теперь он может удавку на нашей шее осхабить. Но вот тем не менее, то ли капитализм с тех пор осхаб, то ли еще чего, но вот так сказать с тех пор прекратилось это. Значит, это повышение цены труда, вытекающей из накопления капитара, предпорагает следующую альтернативу. Или цена труда продолжает повышаться, потому что ее повышение не препятствует процессу накопления. Потому что даже при понижении прибыли, ну вот тут имеется в виду, конечно, не понижение массы прибыли, а понижение нормы прибыли. Капитары не только продолжают возрастать, но они возрастают даже много быстрее. Большой капитар даже при небольшой прибыли, ну норме прибыли, в общем возрастает быстрее, чем мелкий капитар при большой прибыли. То есть это вот, то есть масса прибыли, она у большого капитара, конечно же, больше, даже при меньшей норме прибыли, поэтому он может себе больше позволить. Это Адам Смит так писал. И в этом случае очевидно, что уменьшение неоплаченного труда нисколько не препятствует распространению господства капитара. То есть то, что двинули вот этот движок наш, да, в сторону увеличения необходимого времени, уменьшения прибавочного, вот, а он сцепит наивного рабства от этого снимается. Значит, накопление уменьшается, но вместе с тем, да, но при этом что происходит? Тут вступает в действие, как говорят в технике, отрицательная обратная связь. Накопление уменьшается, но вместе с его уменьшением исчезает причина его уменьшения, а именно диспропорция между капиталом и подлежащей эксплуатации рабочей силы. Следовательно, механизм капиталистического процесса производства сам устраняет те приходящие препятствия, которые создает. Цена труда снова понижается до уровня, соответствующая потребностям возрастания капитара. Вот, а уменьшение капитара, наоборот, делает избыточной доступную эксплуатации рабочую силу или скорее делает чрезмерной ее цену. Может быть, кстати, вот по сравнению с нулевыми годами, может быть такой нюанс, что капитары живее побежали за рубеж. У нас вот эта сложилась ситуация в большей степени, что не самовозрастающая, а самоубывающая стоимость капитар. И сужение капитара, то есть заводы многие разрушены, которые еще в нулевых годах функционировали. Тот же ЗИР, другие заводы. Ну, много заводов. То есть процесс разрушения заводов не остановился, деиндустриализация не остановилась с тех пор. И это, видимо, оно... Но тут дело не в том, равным образом, что у нас, как сказать, нет условий для накопления капитара объективных. А дело в том, что капиталисты, они не рассматривают Россию как, я думаю, перспективное какое-то место, где можно вкрадываться и делать деньги. И поэтому капитары практически все переводятся в доход, как вот в этом гипотетического капиталиста, который в начале прошлой игровой Марк записывал, который на накопление ничего не дает, а все в доход только. Ну, тут, конечно, совсем ничего не получается на накопление, а какую-то там совсем марую часть, все остальное в доход, и все это выводится за рубеж, и там за рубежом куда-то девается. А у нас вот происходит... И это делает чрезмерную цену рабочей СИРы. То есть, то, что там люди получали с учетом той покупательной способности, там, грубо говоря, на сумму эквивалентную нынешним 50 тысячам рублей, сейчас они получают 40 или 30 тысяч рублей, потому что случилось вот то, что здесь описывает Маркс. Нет, ну инфляцию организуются. Да, через механизм инфляции это проводится, через механизм инфляции, но даже, ну, пожару, да, через механизм инфляции. Хотя, в общем-то, вот когда еще, так сказать, политех более-менее парноценно функционировал, где-то году в 13-м, я получал на руки 22 тысячи с лишним, чистыми на руки. А перед тем, как окончательно меня турнули из политеха, это была осень 15-го года, я получал 14 тысяч 900 рублей. И все, это грязными. То есть, после вычетов там получалось вообще 1013. Это, так сказать, зарплата Борода Центра, кандидата наук. Но сейчас, вроде бы, немножко подросла, но как это с инфляцией соотносится, я не знаю. То есть, обрезали просто все, что можно. Капитализировали. Да, капитализировали. И так что, где-то... Понимаю значение этого слова. Где-то, может быть, и упала и абсолютно даже заработная плата. Но так это легко решается через механизм инфляции, потому что цены у нас по сравнению с 2014 годом, но они где-то, наверное, раза в полтора, в два выросли. Но зарплата с тех пор, конечно, не в два раза выросла. Ну вот. Нет, ну у нас еще в большей мере, наверное, свежий выводит капитал. Но иногда, наверное, вкладывают деньги в Африке, в каких-то более отсталых странах, где можно еще меньше платить. Мне кажется, оно выводится тупо в банки и в акции всякие, и живут люди на эти деньги, на проценты с этих денег где-нибудь на своих дачах, в Черноговии, в Чехии, в Испании, на Кипре, где угодно. Нет, ну где-то в Иране строят, да, строят. Ну это там государство строят, как и Аруса там строят. Это же государство все-таки. Ну и вот, подводя итог, значит, Маркс пишет. Если количество неоплаченного труда, доставляемого рабочим красом и накопляемого красом капиталистов, возрастает настолько быстро, что оно может превращаться в капитал лишь при чрезвычайном увеличении добавочного оплаченного труда, то заработная плата повышается. И при прочих равных условиях неоплаченный труд относительно уменьшается. Но как только-то уменьшение доходит до пункта, когда прибавочный труд, которым питается капитал, перестает придрогаться в нормальном количестве, наступает реакция. Та часть дохода, которая подвергается капитализации, уменьшается, накопление ослабевает, и восходящее движение заработной платы сменяется обратным движением. Таким образом, повышение цены труда не выходит из таких границ, в которых не только остаются неприкосновенными основы капиталистической системы, но и обеспечивается воспроизводство последней в расширяющемся масштабе. Ну вот тогда Маркс писал о том, что восходящее движение заработной платы сменяется обратным движением, но у нас все-таки сейчас не принято понижать заработную плату, это раздражение вызывает. Поэтому сейчас вот это через механизм инфляции, снижение реального уровня содержания заработной платы, оно обеспечивается. Следовательно, закон капиталистического накопления, принимающий мистический вид закона природы в действительности является лишь выражением того обстоятельства, что природа накопления исключает всякое такое уменьшение степени эксплуатации труда или всякое такое повышение цены труда, которое могло бы серьезно угрожать постоянному воспроизводству капиталистического отношения, и при том воспроизводству его в постоянно расширяющемся масштабе. Ну это вот к вопросу о том, что наша вот программа задачи коллективных действий, в которой, кстати, ставится и вопрос о доведении заработной платы до уровня стоимости рабочей серы, она при капитализме, в общем-то в порном объеме, конечно, она не грозит. И когда нам говорят, что это экономизм, вот вы только экономические себе требования выдвигаете, в определенном этапе даже чистые, на первый взгляд, экономические требования становятся требованиями политическими. Тем более, что построение бескрасового общества – это требование экономическое или политическое? Экономическое. Исторически неизбежное требование. А что такое политические требования вообще? Что такое политика? Борьба за выбирание, удержание и осуществление государственной властности. Да. А уничтожение красы – это борьба за государственную власть. Здесь это цель или средство для нас? Средство, конечно. Государство средств будет. Средство. Государство и культуры пролетариат – это средство полного уничтожения красов. Красовых различий, правильно сказать. Вот там рет потом. Да, а потом оно, как бы принято свою историческую миссию, оно там рет. То есть, вообще говоря, ну, можно говорить там политические требования, дорогой самодержание, скажем, да, политическое требование. Но вот по отношению к капиталистическому государству, вот к нижнему государству, какие вы видите политические требования? Как бы вот сформулировали вы сейчас политические требования? К рабочего класса, к нынешнему государству. Да. Уменьшения рабочего нет. Сокращения рабочего нет. Это экономическое, ну что вы. Это интересы. Пожалуй, экономическое. Экономическое, конечно. Ну, тогда вся власть с советом. Ну, а это требование? Ну, а к кому вы это требование предъявляете? И советов-то еще, в принципе, нет. К кому это требование выдвигаете? Путину? Путин будет вам советы делать? К кому вы требовали? Вот к себе. А к себе-то можно. Ну, нет, политическое требование к самому себе – это оригинально. А смысл вопроса? А смысл вопроса? Пока рановато. А вот вера. А потому что вот… Рановато пока может быть. Не рановато. Потому что вот политические требования, вот можно было выдвигать политическое требование дарой самодержавия. Можно было. Это были политические требования. Но это политическое требование кого? Какого класса? Буржуазии. Буржуазии. То есть требование дарой самодержаве – это политическое требование к буржуазии. А рабочему красу логично ли выдвигать к буржуазии такое требование дарой буржуазию? Нет. Нет. Как ее дарой? Вот было дарой временное правительство. Вот это было. Вот дарой временное правительство. Но хотя, так сказать, дарой временное правительство, этот розунг, он находится в диалектическом единстве с розунгом «вся врасть Совета». Да, когда уже Советы. То есть, когда уже Советы есть, тогда вот эту скорлупу, отгнившую ее дарой, и тут вот вырубилась на месте буржуазной этой гнилой республики, вырубилась Советская Республика, государство, диктатура, пролетариата. А так дарой, ну а что дарой временное правительство? И что, а какое правительство вы предрагаете? Никакого. Это же как вот сейчас дарой Путина. А что Путина? А вообще, вот когда вот меняют там Жириновского на Зюганова, там Путина на Медведева, это вообще политическое требование. Сейчас к нам придут, чувствую. Да пускай, мы их чайком напоим, у нас печенюшки есть, это самое, вот, пускай приходят. Сейчас преждевременно для таких лук. Да не преждевременно. Это у нас очень не сформировано. Да никогда не будет временно смена Путина на Медведева или Жириновского на Зюганова, никогда она не будет. Она все время стоит в повестке дня. Я веду буржуазию в целом. Ну, буржуазию, а здесь нет. Здесь надо растить вот это новое, что вылится. И там, так сказать, вот старая кожа, вот эта, как у змеи, там, лопается и слезает. Ну, сама, не сама, надо помочь. Надо помочь. Ну, вот это самое. Так, конечно, самодвижение материала будет. То есть, поэтому вот здесь, когда говорят, вот у вас экономические розунги, а у нас вот политические. А получается, что у них политические розунги, это выдвинуть там рабочего в президента или, так сказать, самим полезть в Думу или в ЗАГС. Вот это у них политика. И где-то в пикете постоять с прокатом. Вот это политическая борьба. С пикетом, с прокатом, на демонстрацию сходить, на митинг. Это вот политическая борьба. А у вас там экономическая. Это все, чтобы не бороться. Хотя, да, хотя политических интересов, как таковых, нет. Когда Жириновский лезет в Думу, у него не политические интересы. У него самые, что ни на есть, экономические. Так что, поэтому вот это здесь, ну, это мы отвлеклись. Может, политические требования? На внешней арене только. Ну, а какие требования? Признание на независимость Донбасса, например. Ну, надо делать, конкретные шаги надо предпринимать. Надо на Донбассе, чтобы, в принципе, организационно российская буржуазия вполне могла бы сделать так, чтобы Донбасс стал бы цветущим краем, как Краснодарский край, скажем. Никто не мешает. Ну, вот черт, вот почему-то российская буржуазия этого не делает. Если бы такое было бы сделано, давно бы там уже все реинтегрировалось. А там все гниет, и пока там эта гниль будет, до тех пор будет вот эта бесконечная... Ну, есть мнение, что вот в новом 2020 году уже как раз по такому пути они пойдут. Ну, мнение есть, ладно. Это ваше мнение, личное? Мнение Путина. Ну, там вот. Там вот, понятно, ладно, дай бог. В инстанции. Так, так ладно, читаем дальше. Дальнего окружения. Это от Гавшина, что ли? Или Гавшин близкое окружение? Так, которая, значит, природа накопления исключает всякое такое уменьшение степени эксплуатации труда или всякое такое повышение цены труда, которое могло бы серьезно угрожать постоянному воспроизводству капиталистического отношения и воспроизводству в постоянно расширяющемся масштабе. Иначе и быть не может при таком способе производства, при котором рабочий существует для потребностей увеличения уже имеющихся стоимостей, вместо того, чтобы, наоборот, материальное богатство существовало для потребностей развития рабочего. Вот это вот, здесь вот Маркс, опять же, он и в предыдущей Граве упоминал, вот он здесь, это у него тут проблески коммунизма. То есть при коммунизме богатство существует для потребностей развития рабочего и всех членов общества, потому что там уже не будет рабочего и не будет интеллигента, там будут работники. Вот, вот такие вот... Примещание хорошее. Да. Да, хорошее примещение. Если же мы возвращаемся к нашему первому исследованию, где было показано, что сам капитал, если только произведение человеческого труда, покажется совершенно непонятно, как человек мог попасть под свой собственную продукцию капитала. А так как действительно, если дело бесспорно обстоит именно так, то невольно выновяется вопрос, как рабочий злодыкий капитала, как творец капитала, мог сделать рабом капитала. Это Тюнин, Дерезалей, Дерезалей, Дерезалей. Это жил совершенно детский. А детский, пишет Марс, примещение, совершенно детский. Ну, то есть... Ну, если уж говорить здесь о рабе, он раб, конечно, не капитал, а краса капиталистов, которые объединились в государство. А государство, как мы знаем, это аппарат подавления и насилия. Машина подавления и насилия. И куда здесь рабочий, никуда не денешься. Хотя, петербургские рабочие, для революционная, они, так сказать, когда товарищей увольняли, они не смотрели на это со стороны, не дрожали. Они шли в кабинет капиталисту, и там на тачке вывозились предприятия, и всякие были вещи. Ведь, еще раз, при тече волнений, которые в конечном итоге привели к кровавому воскресенью, послужило то, что на Бутировском заводе уволили четырех рабочих. И вот там пошла ситуация раскачиваться, но и тут поп Гаппона в роде. И, так сказать, вот случилось, что случилось. Так что, поэтому это не пустяк. У меня предложение первым параграфом на сегодня ограничится, тем более, что у нас нет опять Виктора Ивановича. Я надеюсь, он в следующий раз будет, сможет прийти. И, так сказать, тут вот уже будем... А вопрос здесь следующий. Это здесь уже мы будем смотреть о том, что творится, когда... Относительно уменьшение переменной части и концентрации. Когда у нас происходит рост производительности труда. Это то, что происходит на самом деле. Значит, мы перед этим, Александр Иванович, рассматривали, что происходит, когда капитал возрастает при неизменном его органическом строении. То есть, грубо говоря, на тех же машинах, на том же оборудовании. Просто этих машин становится больше, рабочих становится больше. Ну, это как бы вот в мануфактуре, как вот... Ну, как я понял, основная мысль такая, что степень эксплуатации растет, а цена рабочей силы падает. Нет, здесь основная мысль такая, что вот при нарастании капитала, при возрастании капитала складываются такие условия, что, во-первых, возникает дефицит рабочей силы. Если он просто при той же производительности труда, при том же органическом строении, он чисто количественно возрастает. Складывается дефицит рабочей силы. Во-вторых, в силу укропнения капитала самого по себе, у него возрастает масса прибыли при той же норме, ну, или там возрастает прибавочная стоимость, возрастает масса средств, отправляемых на накопление, и он получает возможность доля дохода капиталиста в этом накоплении, при том же самом доходе, при том же уровне роскоши, скажем так, в которой там капиталист живет, она падает, доля, и поэтому у капиталиста появляется возможность уменьшать степень эксплуатации, то есть уменьшать прибавочное время, увеличивать необходимое время. И заработная плата растет. Но то время, которое рассматривает здесь Марс, тогда инфляция не была характерной. Ну да, мы еще не научились. Да, еще не научились. Как кредит еще не был, так раз это. Да, это все, так сказать, поэтому... Все эти инструменты еще... Поэтому имеет место некоторое возрастание заработной платы и улучшение положения рабочего класса. Но, пишет Марс, это улучшение возрастания никогда не перейдет известной черты, потому что по мере того, как большая часть тратится на заработную плату, уменьшается та часть накопления, уменьшается накопление, и, соответственно, темпы роста производства замедляются. Но, с другой стороны, может, и рабочие начинают там размножаться чрезмерно, и поэтому заработная плата падает. И Маркс отдельно подробно останавливается на том, что низкая заработная плата – это не просто результат того, что такая объективная экономическая ситуация, а это сознательная политика, проводимая расом капиталистов. Там мы довольно пространные цитаты об этом приводили. Цитаты из Бернарда и Девилля. Вот. И он, да, если человека каждый день кормить, он от этого наглеет. И это самое. И, соответственно, поэтому заработная плата вновь падает. Но и, тем не менее, вот этот параграф, он дает понять стимулу движения руддитов. Потому что пока не пришло машинное производство, и не сложилась ситуация, о которой мы будем далее, во втором параграфе читать, когда изменяется органическое строение капитала, вырастет производительность труда, и уже избыток рабочих рук образуется, и отсюда падает цена рабочей силы. А вот в прежней ситуации, вот в этой, действительно развитие мануфактуры, развитие вот этого раннего капитализма, оно действительно веро к определенному улучшению поражения рабочего краса. А потом, когда пришли машины, началось все по-другому, старо все по-другому, и началось вот движение это довольно организованное, надо сказать, руддитов по уничтожению этих машин. Так что оно было оправданно ирогично в каком-то смысле. Вот. Так что, ну тогда все. Спасибо, товарищи. Следующий занятий. Следующий, 3 января. 3 января? Да. Ну что, мы соберемся 3 января. Как, народ? Тот, да.